Ботабаев, прости прощения у девушки! Этот пикет в Алматы собрал новый случай насилия над слабым полом, который стал известен широкой общественности, благодаря вот этим кадрам. На видео инцидент в офисе авиакомпании «Эйрастана». Главный герой – это Дархам Ботабаев, член совета директоров Казинвестбанка. Девушка, которую он несколько раз ударил по лицу – Нуркен Джигуль Байгазиева, агент по продаже авиабилетов. В интервью журналистам она сообщила, что еще до того, как поднять на нее руку, молодой человек вел себя агрессивно и нецензурно ругался. Ботабаев, мы требуем, чтобы Ботабаев публично принес извинения девушке, Нуркен Джигуль, чтобы он оплатил моральный ущерб девушке. И вот сейчас я считаю, что общественность Казахстана себя показала, и мы сейчас это дело должны довести до конца. И чтобы все родственники чиновников, бизнес-элита и другие власти имущие понимали, что здесь у нас, в Казахстане, все равны перед законом. Инцидент произошел еще 11 сентября, но о нем стало известно спустя две с половиной недели. Со слов пострадавшей она в тот же день написала заявление в полицию. Однако полицейские отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Сегодня же стало известно о другом заявлении – об уходе. Его написал Дархам Бутабаев. Об этом стало известно из сообщения, которое распространила пресс-служба Казинвестбанка. «Сложившаяся ситуация, в центре которой несправедливо оказался Казинвестбанк, вынуждает меня подать в отставку с должности независимого члена Совета директоров банка. Банк не имеет к произошедшему никакого отношения, и втягивание его в конфликт абсолютно неуместно. В связи с этим поэтическим соображением, мною принято решение покинуть Совет директоров АО Казинвестбанк». Такое поведение одного из топ-менеджеров финансового института не удивляет Динар Инсенова. Она в прошлом работала в Казинвестбанке, но была вынуждена уволиться после того, как новое руководство урезало ей зарплату. Не найдя понимания по этому вопросу, она ушла и основала профсоюз банковских сотрудников. Своё отношение к менеджменту банка она выражает вот так. «Я не удивляюсь, что в председательстве Совета директоров есть такие люди, которые топчут на все и на всех». В сентябре сотрудник с авиакомпанией мужчины били уже дважды. Один раз на земле, другой в небе. 18 сентября экс-аким Макатского района Атравской области Мирамбек бил гали на борту самолета авиакомпании «СКАД», выполнявшего рейс от Рауастана в Нунстюардессу. Таким образом, он отреагировал на то, что ему на должном уровне не оказали услуги на казахском языке. Что не понравилось Дархану Батабаеву, точно неизвестно. Оба эти случая широко обсуждаются в интернете. Защитники и обвинители отличившихся мужчин требуют реакции властей. Когда её нет, инициативу в свои руки берёт общество, независимо от своих политических взглядов.